1 июня отмечается Международный день защиты детей. Этот праздник призван привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются юные жители планеты. А учрежден он был в ноябре 49-го года в Париже решением Конгресса Международной Демократической Федерации Женщин и впервые отмечался в следующем году. Сегодня к этому празднику традиционно приурочивают самые разные мероприятия. К примеру, в Твери, в микрорайоне Южной, открыли новый детский сад, который получил название Умка. В торжественном мероприятии принял участие губернатор Игорь Руденя. Подробности у Натальи Чекет. Дизайн здания разработан совместно с Союзмультфильмом. Это второй совместный проект региона и мультипликационной студии. В прошлом году свои двери для детей открыл детский сад Чебурашка. Однако особенностью детского сада в Южном станет ночная подсветка. Дошкольное учреждение расположено в зоне нового жилищного строительства. Родители, которые пришли на открытие, оценили удобство и расположение нового детского сада. Я выхожу из декрета. Это будет очень удобно. Закинуть ребенка и поехать в любую точку города на работу, нежели чем ехать сначала в одну сторону в садик, а потом в другую сторону на работу. То есть это экономит большое количество времени. Ну и плюс я слышала, в садике установлены камеры, что успокаивает, скажем, родителей. Детский сад рассчитан на 190 мест. Это 8 групп, в том числе 2 для детей до 3 лет. Дошкольное учреждение получило название «Умка» в честь одного из героев популярного мультфильма киностудии «Союзмультфильм». У нас детский сад «Умка». И этот герой, наверное, уникальность в том, что мы его можем встретить во всех уголках нашего детского сада. Он такой же любознательный, как детки. Он учит нас любить, играть, дружить, узнавать новое. Название детского сада не единственная связь «Союзмультфильма». В дошкольном учреждении имеется собственная мультипликационная студия, где малыши смогут попробовать свои силы в создании рисованных историй для ровесников. Подобная студия есть только в столице Верхневолжья. Мне кажется, что дети с дошкольного возраста, если будут понимать, кто такой мультипликатор, как появляются мультфильмы, то и в школьном возрасте они будут больше смотреть на такое образование креативное, где можно выразить себя и пойти в анимацию. В общем, мы растим кадры в том числе для анимационной индустрии. Но опять же, все строится на знакомстве с нашими героями, нашими мультфильмами. Интерьер детского сада продуман для того, чтобы дети росли и развивались. В каждой группе есть комфортные спальни и раздевалки, игровые. Есть музыкальные и спортивные залы, кабинет для доп. образования, а также развитие интеллектуальных способностей. Губернатор выразил уверенность, что воспитанники и воспитатели детского сада станут одним большим дружным коллективом. Очень важно, что сегодня у вас прекрасные педагоги, воспитатели, которых вы будете любить, которые будут вам многое рассказывать, делать с вами уже первые, самые первые задачки, уроки, писать буковки, рисовать, играть с вами в игрушки. Но самое важное, дорогие дети, что вы здесь будете большим дружным коллективом. И у вас будет каждое утро желание идти в детский сад. В честь Дня защиты детей прошел Всероссийский марафон открытия новых детских садов. В режиме видеоконференц-связи заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой и министра просвещения Сергея Кравцова. К марафону присоединилась и Тверская область. В этот день, включая дошкольное учреждение Верхневожье, в России открылись 19 новых детских садов. Мы с вами продолжаем работу для создания лучших условий для детей, для их роста и развития. В соответствии с поручением президента страны, перед нами поставлена задача обеспечить 100% доступность дошкольного образования до конца 2023 года. И, собственно, на это был нацелен и нацелен сейчас национальный проект «Демография». В Тверской области с 2019 года по нацпроекту построено 13 детских садов на 1720 мест. А в детском саду «Умка» решили не дожидаться начала нового учебного года. Уже завтра родители приведут детей в дошкольное учреждение. И в продолжении темы. Продолжение следует...